Незаконная торговля на улицах Владивостока – явление частое, с чем регулярно борются сотрудники администрации и полиции. На днях они провели очередной рейд. С неожиданной проверкой нагрянули сувенирную лавку в центре города, после чего продавцу пришлось свернуть торговлю. Далее надзорная комиссия переместилась на рынок возле кинотеатра на Первой речке. Точка пользуется популярностью у продавцов. Оказалось, что торговцы рыбой и молочной продукции ввели продажу с явными нарушениями, что повлекло составление протокола. Составляются протоколы в рамках 44-го краевого закона. А именно, статья 9.1 «Торговля и оказание услуг в неустановленном месте». Данная статья предусматривает штраф в размере от 500 до 1500 рублей на физическое лицо. В данном случае физическим лицом выступает нарушитель. А за незаконное размещение объектов нарушителям придется заплатить от 1000 до 3000 рублей. Это для физических лиц. Для должностных и юридических сумма может вырасти до 50 тысяч рублей. Эти рейды приносят результат. У нас центр города за счет этого становится чище. И приучаем людей к порядку. Тем не менее, у комиссии есть свой хит-парад улиц, которые пользуются популярностью незаконных торговцев. На первом месте Светланская, а далее по списку. Адмирала Фокина, Океанский проспект, проспект Остряково, площадь Семеновская. Однако регулярная проверка не отпугивает продавцов от хлебных мест. Альна Черненко, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.